Время новостей на телеканале ЛАБА. В студии Юлия Сухомлинова. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Коллективы детского дома-интерната и аварийно-спасательного отряда приняли поздравления с наступающим Новым годом. Дети из замещающих семей посетили выставку динозавров. Ребенок – главный пассажир. В Лабинском районе проходит профилактическая акция. В преддверии Нового года исполняющий обязанности главы Лабинского района поздравил с наступающими праздниками коллектив детского дома-интерната, ветерана Великой Отечественной войны и аварийно-спасательный отряд. Это единственный в Лабинском районе детский дом-интернат, который стал для ребят вторым домом. Новый корпус открыли этой осенью. Группы здесь небольшие и воспитатели выполняют роль мамы. В преддверии Нового года ребят посетил исполняющие обязанности главы Лабинского района. Ему провели экскурсию и показали, в каких условиях живут и занимаются воспитанники интернета. Мне очень приятно находиться здесь. Во-первых, я здесь впервые нахожусь. Хотел бы, конечно, уважаемые ребята поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. Пожелать вам, самое главное, здоровья, улыбок, отличного настроения. И, конечно, хочу вам понадобить коллектив, который вы возглавляете. Татьяна Марковна, передайте всем, кто сейчас занимается с детьми, что, конечно, это самоотверженный труд. Не каждый может человек заниматься, потому что это работа, ее нельзя назвать работой. Это служение, которое идет от чистого сердца отцово своей души заниматься с детворой. Отразно, что на крайнем уровне, что наше государство обращает сегодня внимание на таких детей, которым немножко больше надо внимания, немножко больше счастья. Конечно же, здания, территория, все на высшем уровне, приятно, приятно, что все сделано отлично. И, конечно же, это люди, которые здесь работают. Еще раз, уважаемые друзья, с наступающим Новым годом. Спасибо вам. Всего вам здоровья и счастья. Александр Семерикор побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Павла Федоровича Бакая. Он пожелал герою крепкого здоровья и благополучия. Позвольте себя лично поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. Пожелать, конечно же, здоровья, отличного новогоднего настроения. Всегда оставаться в строю, какой вы есть. Настоящий полковник, как в песне. Замечательная семья. Хочу вручить вам от себя лично открытку с поздравлениями с наступающим Новым годом. Пресный адрес по этому поводу. Татьяна Павловна, потом почитайте вместе вечерком, чтобы сейчас время ваше не отвлекать. С хорошими, добрыми словами от коллектива районной администрации, да и от всех жителей. Приятным сюрпризом для ветерана стали музыкальные композиции в исполнении артистов Лобинского культурного центра. «Ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова». Исполняющий обязанности главы Лобинского района поздравил с наступающим Новым годом и профессиональным праздником аварийно-спасательный отряд. За добросовестный труд, высокие показатели и активную жизненную позицию Александр Семеряков вручил спасателям почетные грамоты. «Проявленный профессионализм, выполнение поставленных задач, активную жизненную гражданскую позицию и честь празднования спасателя Российской Федерации». Гигантские фигуры динозавров в эти дни можно увидеть в выставочном зале. Одними из первых на экскурсии побывали дети из замещающих семей. Такой новогодний подарок сделали организаторы выставки и отдел по вопросам семьи и детства. Оказалось, что эти малыши интересуются древним миром. Многие из них самостоятельно изучают палеонтологию, смотрят фильмы и задают организатору вполне взрослые вопросы. Гигантские фигуры динозавров детям понравились. «Мне интересно, и организаторы хорошо потрудились. Я смотрел про динозавров фильмы, читал в книгах. Очень интересно, да и исторические времена». «Первый раз вижу такие большие фигуры и никогда еще таких не видела. Мне очень понравилось». Эта выставка приехала из Санкт-Петербурга. Называется она «Планета динозавров». Увидеть движущихся гигантов можно по 19 января 2020 года. Знакомство с фигурами древнего мира бесспорно будет познавательным и поможет расширить кругозор. «Ребята с огромным удовольствием сегодня пришли на эту выставку со своими законными представителями. И мы хотели отдел по вопросам семьи и детства в качестве такого новогоднего подарка им организовать это мероприятие. Ну и, конечно же, мы рассчитываем, что ребята очень много узнают нового о палеонтологии, о развитии мира вообще в эпоху динозавров. Ну и зададут интересующие их вопросы организаторам выставки». Дети не только рассматривали динозавров, фотографировались на их фоне, но и рисовали представителей древности. Эти рисунки стали частью экспозиции. «Посещение выставки произвело впечатление на детей, и они уже сами готовы проводить экскурсии». «Больше всего нравится вот этот трицераптоц, у него три рога. Нам тут очень много интересного рассказывали, и мне очень понравилась эта выставка. Я хочу, чтобы все узнали о ней и посмотрели. Хочу, чтобы больше еще узнать о разных динозаврах». Особую атмосферу в этих залах можно ощутить при выключенном освещении. Посетители погружаются в мир полный тайн и неожиданностей. Людмила Никонова, телекомпания «Лоба». В Лобинском районе проходит профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир». Лобинские полицейские объясняют детям правила безопасного проезда в общественном транспорте. Зимние каникулы – время активных развлечений и поездок. Зачастую школьники передвигаются в общественном транспорте. И важно правильно себя вести в автобусе в соответствии с требованиями безопасности. «Цель и задача проводимая акция – это идет операция «Ребенок – главный пассажир». Наша задача – рассказать деткам, как нужно передвигаться на общественном транспорте на автобусе. Была проведена беседа с ними, рассказана о том, что при посадке в автобус нужно присоединиться ремнями безопасности. Ни в коем случае нельзя их отстегивать, вставать и передвигаться по автобусу ходить. И также было им рассказано о том, что переходить проезжую часть дороги можно только после того, как автобус отъехал от остановки, чтобы не закрывал обзор. После проведения структажа маленькие пассажиры отправились в поездку, пока по городу. Это тренировочный рейс, но все требования выполняются по-настоящему. Еще одна категория пассажиров, требующих особенных условий – инвалиды. В этом автобусе имеются все необходимое для перевозки инвалидов, место, предназначенное для перевозки, также кнопки для самообъявления остановки, и кресло для колясочников и для простых инвалидов. Также есть место для инвалидов, которые с палочкой. Инспекторы уделили внимание и легковому общественному транспорту. В такси тоже есть свои правила и требования. В этой акции задействованы и представители общественной палаты, заинтересованные в безопасности пассажирских перевозок. В преддверии Нового года проводится акция «Ребенок – главный пассажир». Акция проводится совместно с сотрудниками ГИБДД, общественной палаты Лобинского района и ООО «Кубани автоспецсервис». Цель этой акции – обеспечение безопасности перевозки детей и инвалидов в автобусах и такси. Но и в конце, ведь скоро Новый год – подарки школьникам. Дети получили сладости и красочные буклеты с правилами безопасного поведения на дорогах. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Теперь лобинцы смогут отдыхать в горах соседнего Мостовского района в комфортных условиях. В посёлке Никитина введены в эксплуатацию новые объекты распределительной сети. Они обеспечили электроснабжение отдалённого горного пункта. В отдалённом горном посёлке Никитина, что в Мостовском районе, радостное событие – вводят в эксплуатацию новые объекты распределительной сети. Со знаменательным событием жителей поздравили генеральный директор Россети «Кубань» и глава Мостовского района. Поистине сегодня для нашего Мостовского района и Псебайского городского поселения исторический день. Исторический, потому что, выполняя поручения президента, все, кто трудился над этим проектом, свершили то, о чём люди мечтали долгие-долгие годы. Пришло долгожданное электричество. Масштабный проект реализован в рамках программы компании «Россети «Кубань» при содействии Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. В его реализации активное участие принимали депутаты ЗСК среди почётных гостей церемонии Владимир Чепель. Сегодня, пусть этот свет несёт в ваши дома тепло и уют, потому что те люди, которые дождались этого, это праздник со слезами на глазах. Сегодня Новый год вы можете встречать не при свечах, как обычно, традиционно, а сегодня вы можете лампочку или ча включить, которая даст вам хорошее настроение и душевное равновесие. Объект новой распределительной сети находится в пределах заповедной зоны. Затрудняла строительство и горная местность. Тем, кто оказал помощь и содействие в реализации проекта, вручили благодарственные письма. Для награждения приглашается от Каверзниф Юрий Сергеевич, директор филиала публичного акционерного общества «Кубаньэнерго» «Лобинские электрические сети». Чтобы постирать или посмотреть телевизор, жителям приходилось использовать солнечные батареи или заводить дизельный генератор. Нина Сергеевна Роменская живёт в посёлке более 40 лет. Теперь ей не придётся этого делать. По явлению электричества женщина очень рада. Я 42 года сюда приехала, а сейчас мне 89-й. Теперь хоть немножко со светом пожить, чтобы включить это. Конечно, обходились, молодые были, рады. И лампы были у нас. А сейчас мне не было, станция поломалась. Лампы опять поставила, керосином заправила. В рамках реализации проекта построено более 16 километров линии электропередач. Пять подстанций, установлено более 600 опор. На всё ушло около двух лет. Проект завершён. Порядка больше 100 миллионов рублей инвестиций в этот проект. И хорошо, и отрадно понимать, что уже сегодня подключение к этим подстанциям, которые мы смонтировали, идёт. Уже больше 26 потребителей подключено на ближайшую перспективу больше 100. Насколько понимаю, большая заинтересованность у местных жителей есть, и тех людей, которые хотят здесь жить. Дополнительная заинтересованность в подключении. Поэтому мы здесь видим большую перспективу. И именно поэтому у нас в перспективе второй этап развития. Это строится линия уже 35 киловольт сюда. Из подстанции 35 киловольт в посёлке Бурно. Вместе с электричеством в посёлок придут и другие изменения. В этом уверен глава Мостовского района. Территория Никитина представляет особый интерес и для Мостовского района, и для Краснодарского края в целом. Наш район уверенными темпами становится курортной территорией. Мы принимаем отдыхающих уже более 200 тысяч в год. И через эту предгорную территорию порядка 80 тысяч в год проходит туристов. Поэтому, безусловно, развитие здесь инфраструктурных проектов, а энергетика – это база, безусловно, повлечёт за собой развитие здесь санаторно-курортной составляющей. Электрификация Никитина – это только первый этап проекта. Уже к 2021 году благоцивилизации появится в посёлках Кировский и Бурный. Таким образом, Мостовский район будет полностью электрифицирован. Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». Уважаемые жители города! Администрация Лабинского городского поселения информирует вас, что продажа льготных проездных билетов на январь 2020 года будет осуществляться по адресу город Лабинск, улица Красная, 29, в следующие дни. Таким был сегодняшний выпуск. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго! До свидания!